всем привет с вами снова лаборатория культуры мы сегодня говорим о гастролях посттравматического театра в кирове это театр из санкт-петербурга который будет у нас с 9 по 11 декабря мы увидим два спектакля и две лекции и с удовольствием представляю человека который привезет этот театр в наш город соня дымшиц здравствуй соня привет ужасно рада с тобой здесь да уже как минимум полчаса отлично хорошо если позволишь я все твои регалии и твои представления сделаю мне сегодня хочется сделать официальным потому что очень много всего за то время что мы с тобой знакомы у тебя такое количество каких-то профессий появилась что я каждый раз удивляюсь удивляюсь так Polizei дымшиц режиссер драматург театральный критик кончила лабораторию нового театра в санкт-петербургской школе нового кино мастерская совчука магистрскую программу театра как исследования в российском государственном институте и сценических искусств мастерская скороход и театровический факультет российска государства института сценических искусств автор два драматургических сборников, участник и победитель драматургических фестивалей, режиссер спектаклей на площадках Санкт-Петербурга. Всё правильно? Человека-пароход, в общем. В принципе, можно уже памятник ставить. Ну, собственно, поэтому неудивительно, что ты привезёшь спектакли, которые полностью твои, а не авторские, то есть там твои тексты, твоя режиссура. И потом я ещё раз прошу тебя чуть позже про какой-то театровический взгляд, взгляд театрального критика на это. Но давай сначала начнём по порядку, да, какие в Кирове будут спектакли и лекции, что смогут увидеть зрители, услышать, и когда и где. Когда, я буду называть дату, возрастное ограничение, но все мероприятия будут проходить в Янском субъективе, он же домик на Ленина, 67. Итак, первый спектакль можно будет увидеть 9 декабря, 18.30. Он называется «Биполярный медведь заходит в бар» «Заростное ограничение, 16+. Расскажи, пожалуйста, что это за спектакль, о чём он, как он вырос и ну, почему, что мы увидим при этом?» Зачем? 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 В общем, во-первых, я сразу должна сказать, что как раз этот спектакль я делала не одна, я делала его замечательной художницей Меланией Розановой, и без неё этого спектакля бы абсолютно не было, она настолько же савтор этой истории, насколько я, собственно, с Меланией и с моим замечательным коллегой Николаем Воробьёвым мы создали посттравматический театр, сейчас, к сожалению, ребята не в Петербурге, и я руковожу театром, но это их детище, и они очень много для него создали и сделали, и там даже, ну, смотри, логотип театра, например, это вот они рисовали, я вообще боюсь кисточек и красок. Вот, про медведя. Подожди минуточку, я, наверное, ещё сделаю небольшую оговорку, прости, пожалуйста, хотелось сначала всё-таки действительно про сам театр поговорить, да, про посттравматический театр, может быть, действительно, прежде чем мы перейдём к описанию спектаклей, логично будет объяснить, почему он так называется, почему, насколько я понимаю, это связано с посттравматическим синдромом, или это игра слов, которые больше отсылают, посттравматическому театру, или и то, и другое, поэтому, наверное, сначала всё-таки давай распрошу тебя про сам театр, да, про него немножечко. Ну, смотри, ситуация, что люди выпускаются и создают свой театр, на самом деле, очень-очень часто, особенно в Петербурге, Петербург вообще считается столицей негосударственного театра, ну, или считался давних времён. И когда мы выпустились из лаборатории, да, с курса Савчука, ну, у меня, например, было чёткое ощущение, что надо как-то объединяться, надо создавать какие-то группы, надо... Ну, потому что это всегда какое-то имя, это какое-то... Ну, то есть это гораздо проще объяснять людям, чем ты занимаешься, когда у тебя есть красивое название. Ну, это если так, совсем какими-то мрачными, циничными словами. Если говорить более по существу, мы сформулировали в какой-то момент, что мы живём в мире, ну, как бы посттравмы. То есть... Ну, значит, да, понятно, это, конечно, там тебе и постдраматический театр, и синдром, и всё на свете, но речь идёт о том, что мы живём не в мире, когда вот с нами, типа, случается что-то плохое, а типа это плохое уже случилось. И мы просто не очень понимаем, как с этим плохим дальше жить и справляться. И мы своими... Ну, в своих спектаклях мы работаем, как бы вот в этом точке, в этом ощущении, да, из точки уже случившегося. Как бы мир уже поменялось, и надо просто как-то это разгребать. Мне очень нравится идея, что у Чехова... В чём прикол пьес Чехова, ну, кроме всего остального, в том, что все великие трагические события у него происходят за сценой, да, Костя Трепелев стреляется за сценой. Не знаю, дядя Ваня не попадает, когда пытается убить, значит, своего врага. И у него отбирают эту склянку с Морфием. Он не может, да, вот этой великой трагической величины ему не дают. Собственно, и мы сейчас живём в мире, как бы... Ну, мы жили в мире, где... Мы жили в таком ощущении, скажем так. Сейчас всё, конечно, немножко по-другому ощущается. Это всё как-то переоценивается, переосмысляется. Но ощущение, что, типа, вот травма случилась, и с ней надо как-то работать, оно остаётся. И в наших спектаклях очень часто мы говорим о каких-то довольно мрачных темах. Это, там, психические расстройства или какие-то столкновения религиозные. Но, на самом деле, при всём, при том, при всей этой мрачности, мы очень работаем много с гротеском, с абсурдом. Что абсурд – это, на самом деле, вот это как бы высшая точка, да, экзоциального кризиса, когда всё так плохо, что уже смешно. Ну, я так сильно-сильно сейчас огрубляю. Надеюсь, что мои прекрасные педагоги по театроведическому факультету меня не слышат. Вот. И, соответственно, мы через какой-то, в том числе, и, может быть, в основном, комический инструментарий пытаемся с этими травмами, с этой идеей травмой работать. Как-то так. Понятно. Ну, и насколько это вот, эта концепция, это понимание связано, то есть как она проходит через вот первый спектакль, который мы увидим в Кирове, «Полярный медведь заходит в бар». Я так понимаю, это связано с определённым, опять же, диагнозом, с определённым заболеванием, и здесь мы сможем посмотреть спектакль, который отчасти является и лекцией, да, то есть перформативная лекция. И насколько здесь терапевтический какой-то, да, эффект, насколько это связано с абсурдом, о котором ты говорила, и какой процент, скажем там, лекционный, какой-то информационный такой составляющий. Это я сейчас, не зная спектакля, уже чего-то там себе нарисовала, ты мне, пожалуйста, поправь, если всё это абсолютно не так. Ну, это вообще такая довольно интересная история. Это то, что называется свидетельский театр, когда актёр или там перформер, который появляется на сцене, это человек, чей личный опыт демонстрируется на сцене. Ну, то есть, например, если вы поехали, не знаю, кататься на лыжах, сломали ногу, и теперь со сцены рассказываете о том, как вы впилились в это дерево, это свидетельский театр. Соответственно, в данном случае мы не про лыжи говорим. Речь идёт о биполярном расстройстве, конкретно о моём биполярном расстройстве, конкретно о моём опыте, и для меня это очень важно подчеркнуть, потому что я понимаю, что у разных людей очень разный опыт, и я ни в коем мере не претендую на то, что это какой-то объективный, единственный, возможный взгляд. Это мой взгляд, это мой опыт, это мои вот несколько лет поедания разных таблеток. Соответственно, я подробно рассказываю в спектакле, как вообще это всё случилось, почему мне дали эту красивую бумажку, но, грубо говоря, в тот момент, поскольку, видимо, я много лет уже на тот момент занималась театром, в тот момент, когда мне сказали, а вот у вас теперь такой есть красивый ярлычок, я стала придумывать спектакль про это всё, как выразить на сцене то, что я переживаю, как выразить то, что я ощущаю. Такой классический защитный механизм. Давайте мы отделимся от того, что происходит, и попробуем завернуть это в красивую оберточку, чтобы ещё люди желательно пришли и посмотрели. Вот. Я довольно долго над этим всем думала, и именно как к спектаклю я пришла только уже на втором курсе своего режиссёрского обучения, и мне, на самом деле, очень помогло. То есть я показывала какие-то эскизы, отрывки, я показывала ребятам на курсе, я показывала моему мастеру, я показывала другим педагогам. Они комментировали, они подсказывали, они помогали, и без них, конечно, этого спектакля не было. Вот. И это не совсем лекция. То есть он называется «Перформативные лекции», но это скорее... Я раскрою сейчас все карты. Про карты мы тоже поговорим. Игра — это формат, то есть как бы в формате лекции, как бы в формате разговора, просто потому что в другом формате я не умею говорить. Вы скоро это увидите. Я, на самом деле, через визуальный театр, через видеоарт, на самом деле, очень-очень интересный. Вот Милане делала совершенно на мой взгляд потрясающие видеоарт, потрясающие видеообъекты. Я пытаюсь, ну, как бы перевести через язык театра, перевести те ощущения, те эмоции, которые испытывает, ну, в данном случае испытываю я, да, как человек с биполярным расстройством. Если говорить про абсурд, потому что я знаю, как это звучит сейчас, то есть вообще нифига не весело. То есть, типа, я же могу, не знаю, в ПНД сходить или заглянуть в какую-нибудь группу ВКонтакте, зачем мне это все смотреть еще вживую и на сцене, и, типа, мне хватает людей вокруг, которых надо жалеть. Это не грустно. Это очень весело. Я рассказываю анекдоты. Честно, у меня там четыре анекдота, я их рассказываю. Ну, то есть, да, я просто чувствую, что я сама себя закапываю. На самом деле, как раз центральная идея этой истории в том, что мы часто очень много... У нас очень много стереотипов, у нас очень много каких-то первичных паттернов восприятия, просто потому, что так складывается наша жизнь, так складывается наша культура. Если мы не будем предполагать что-то о людях вокруг нас, мы просто не выживем. И моя задача через какие-то, в том числе, и, может быть, в основном какие-то комические эффекты, через какие-то байки, через какие-то монологи, попытаться сдвинуть это восприятие. И, ну, для тех, кто сталкивался с этим опытом, сказать, что, типа, хей, ты не один такой, и, типа, я тоже так чувствую себя, это нифига не нормально, но у нас нет другого выбора. А для тех, кто, слава богу, не общается с этой темой, чуть-чуть приоткрыть вот этот вот стереотип и чуть-чуть показать, что это еще бывает по-другому, и, в принципе, может быть, оно вот еще как-то вот так существует. Ты сейчас так рассказывая, немножко обмолвилась, что я себя закапываю. Я хотела бы расспросить, является ли, может быть, для тебя чуть отчасти терапией этот спектакль, или все-таки нет, или это все-таки дополнительная травма, когда ты об этом говоришь, когда ты пытаешься вот на таком языке, да, общаться со зрителем? Терапия для меня, когда я понимаю, что я текст выучила. Это, на самом деле, большая проблема, когда ты сам пишешь текст и на него смотришь так, типа, ну, я же все понимаю, а потом ты выходишь на площадку и нифига. Я играю еще в одном спектакле в Петербурге, в компании, которая называется «Anybody Theater». Мы там говорим о телесности, о собственной телесности, об опыте телесном. И вот этот спектакль и вот спектакль, который сейчас обновил петербургский, очень четко дал мне понять, что если ты выходишь на сцену с чем-то, что сейчас для тебя болезненно, что для тебя является предметом твоего активного переживания, то, опять, да, у всех это работает по-своему. Я знаю людей, которые, ну, типа, принципиально за этим идут на площадку. Я думаю, что... Ну, то есть я... Я бы не вышла никогда на сцену с чем-то, что у меня сейчас активно болит и что я не могу контролировать, вернее так, что я не могу контролировать, что я использую как некий, не знаю, способ закрыть гештальт. При том, что в спектакле есть импровизационная сцена, где я позволяю себе как раз более личное, более такое открытое, нет, репетированное высказывание. В целом это все жесткий сценарий, это все проработано и продуманно. Я играю в спектакль уже, кажется, два года. И я здесь именно актриса, я медиатор, я исполняю роль. И для личных откровений у меня есть психоаналитик. Отлично. Теперь более-менее понятно. Я на самом деле хотела как раз продолжить, да, вот эту тему неких субличностей, да, то есть ты как человек, имеющий такой опыт, ты как актриса, ты как драматург, как режиссер в этом спектакле. Есть еще твоя субличность театроведа, да, то есть ты, я, когда мы с тобой познакомились, да, все-таки в большей степени воспринимала тебя именно как театроведа, как театрального критика, потому что ты тогда обучалась как раз этому. А здесь проявляется еще вот этот взгляд, то есть вот эта критическая составляющая, да, то есть все твои знания связаны с просмотром спектакля. Ты можешь посмотреть еще на него вот с этой позиции? Когда-то, ну, я надолго не продержалась, к сожалению, у меня была компания театральная, которая называлась Театр Вет, Вет писался латиницей и капсом, и у нас была идея театрального ресайклинга, была идея, что мы сами ставим спектакли и сами пишем на них рецензии, потому что вся участница и актриса, и художник по свету, и режиссер все были театроведами по первому образованию, но это долго не прожило. Вот, конечно, какая-то оптика, ну, то есть, типа, ты ее не выкинешь, ты не можешь вот, типа, снять очки и сказать, что я не театровед, как бы не хотелось, потому что, когда ты работаешь на спектакле, ты все равно помнишь все эти спектакли, которые ты видела, ты помнишь все эти рецензии, которые ты читала, ты помнишь всех театральных гениев, о которых ты читала, и ты понимаешь, что так уже не сделаешь. Это уже показали, это уже придумали, это вот Павлович вчера показывал. Как я тебя понимаю? Да-да-да. Коридор возможностей сширается очень сильно. Но на самом деле, нет, я шучу, но на самом деле это действительно очень большая помощь, потому что ты на более глубоком, более подробном уровне понимаешь, как делается то, что ты делаешь. Это не просто какая-то интуитивная попытка, это не какое-то интуитивное высказывание, а у тебя есть какая-то база под этим. Отлично. Так, ну что, тогда давай перейдем, наверное, ко второму мероприятию, да? Или еще что-то мы пропустили, и надо добавить про биполярного медведя. Нет, вроде. Да, нет, вроде. Все, 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 все. Хорошо. Второе событие в домике, опять же, на Ленина 67, это уже на следующий день, 10 декабря в 15.00 будет лекция «Визуальный театр. Эстетика и философия». Тоже 16 плюс возрастное ограничение. Да, вроде бы, да, 16. Мы с тобой поставили, я тут много раз притеркивала. Что это за лекция тоже, на кого она ориентирована, кому она может быть интересна, и почему она интересна тебе, из какого опыта твоего теоретического или практического она родилась? Расскажи тоже, пожалуйста, про это. Ну, у меня есть два теоретических диплома, бакалаврский и магистрский, и они оба написаны про театр кукол и театр предмета, то есть про тот театр, когда у вас какие-то, не знаю, карандаши и чашки перед глазами бегают, и люди в черном почему-то ходят. Вот, и довольно часто люди, связанные с театром кукол, с театром предметов, то, что в более широком обозначении, да, в более широком смысле называется визуальным театром, они сталкиваются с тем, что, а, ну, это для детей. Если вы когда-нибудь хотите быть убитым, ну, типа, если вы хотите, чтобы кукольник вас убил, просто подойдите к нему и скажите, что театр кукол для детей и стойте смирно. Смерть будет долгой и мучительной, потому что это, на самом деле, очень-очень широкое поле, невероятно интересное, сложное, на самом деле, часто наполнено именно каким-то философским высказыванием, потому что если вы берете в руки кусок, там, дерева или пластмасса или еще чего-нибудь, вам нужно это оправдать, потому что если вы уходите на площадку, вроде все понятно, ну, вот человек играет в человека, а вот если там почему-то появляется вот эта вот игрушечка, то нужно понять, с какого черта она там появляется. соответственно, моя лекция, собственно, она направлена на людей, максимально незнакомых с, собственно, с тем, что такое визуальный театр. Ну, то есть, если вы что-то по этому поводу уже знаете, я буду ужасно рада, я думаю, что и для вас найдется что-то интересное, но, типа, если вы вообще не представляете себе, что такое визуальный театр, вот эта лекция для вас. Вот если вы вообще впервые сейчас услышали эти два слова, то вот мы с вами подружимся, потому что мы... На этой лекции, собственно, я говорю о том, как визуальный театр появился как явление и чем он интересен. Ну, то есть, дай самого базового, например. Мы понимаем, что у каждой куклы есть функция. То есть, если мы говорим про марионетку, например, то вот эти ниточки, которые ведут куда-то наверх, почему ее так любили в романтизме, мы сразу говорим об отношениях с судьбой, с Богом, да, вот мы... Собственно, это же, ну, практически избитый образ, да, вот эта марионетка, мы все марионетки, мы все куклы в руках судьбы. Как только вы берете в руки марионетку, возникает вот эта коннотация. Когда вы берете, я не знаю, куклу типа Петрушки, вы говорите про связь, наоборот, с каким-то низом, с каким-то кектоническим, потому что эта Петрушка может умереть и тут же возродиться вновь. И вот он где-то там наверху у вас на руке... Сейчас как-то сделаю так, чтобы меня в камеру было видно. Ну, в общем, у вас на руке где-то тут, значит, живет этот маленький странный человечек. Если у нас живой актер на сцене рядом с живой куклой, то в каких они отношениях? А почему оно живое? А почему вот это мертвое? И очень быстро визуальный театр, собственно, приходит к разговору... Вот мы об этом в основном будем говорить, о том, почему живая кукла живая, а мертвая мертвая, и в каких отношениях к этим живым и мертвым, и неживым, что вообще-то отдельное понятие, в каких отношениях с этими тремя понятиями вдруг оказывается живой человек, который сделан из плоти и крови. Я буду показывать какие-то отрывки из разных спектаклей, в том числе европейских, ну и постараюсь подробно разобрать, в чём их отличия, и на их примерах показать эволюцию визуального театра. Ты упомянула, когда перечисляла какую-то ряду понимания неживого. Я, честно говоря, не очень понимаю вообще, есть ли, присутствует ли в театре, предмет в визуальном театре такое понимание. То есть для меня всегда вот это отношение к неживому отсутствовало, по большому счёту. Или оно всё-таки есть? Что там? Ну, смотри. Если у тебя есть стол, на котором ты играешь в свой спектакль, он неживой. То есть акторностью, какой-то агентностью обладает только то, что изначально уже включено. Не может быть хаотического какого-то включения. То, что ты наделяешь-то агентностью, да. Вот это очень как раз интересное пространство игры, что я решаю оживить, а что, как бы, кому я отказываю в этом, в этой возможности, в этом праве. То есть всё равно... А кто-то может проживать вообще без моего ведома. То есть всё равно антропатистризм. Там вот у Дуды Паева, например, это очень интересно видно. Что видно? Извини, я тебя перебиваю. Что видно? У Дуды Паева это такой нидерландский хореограф и кукольник совершенно гениальный. Он работает с такими огромными пролоновыми куклами ростовыми. И у него совершенно это увлекательно, как он и себя вдруг в какой-то момент делает предметом, в общем, опредмечивает и оживляет этих кукол. И, в общем, это очень-очень интересная история. Но это, конечно, надо смотреть на записи и разбирать уже по конкретным примерам. То есть всё равно антропатистризм. Всё равно манипуляция автора. Ну, тут я просто небольшой специалист. Может быть, есть какие-то направления, где даётся свобода определённая всем окружающим. что там тебя даже нельзя сказать предметом, актором, свету, там, случаю. Есть, хайнер гебель из какой-нибудь, в котором у тебя просто пианино играют и сами автоматически. В 10 минут. Они, по-моему, не совсем сами. Сверху вода льёт. Они, по-моему, не совсем сами там автоматически исполняли. Нет? Я ошибаюсь. Ну, неважно. Я не помню, честно, сейчас не могу наврать. Но в любом случае, вот эти там, когда льётся вода, двигаются кубы, не знаю, свет переключается, и никаких тебе навязываний антропоцентризма. Хорошо. А скажи, пожалуйста, будет ли возможность, вот как после первого спектакля «Биполярный бед заходит в бар», так и после лекций, будет ли возможность какое-то обсуждение? Предполагаешь ли ты, что со зрителями захочется дополнительно поговорить, пообщаться, ответить на вопросы? Мне просто сейчас, поскольку в голове сразу возникают какие-то возможности для диалога, сразу пришла мысль, что было бы здорово чуть больше времени как раз провести, особенно после спектаклей. Понятно, что в лекции сам по себе может возникнуть диалог, да, то есть там спросить что-то, уточнить, прервать лектора. Это нормально, да? Ну, мне кажется. Вот. А после спектакля? Хотелось бы тебе? Да, если просто будет запрос. Если будет запрос, да, конечно, конечно. Ну и да, в лекциях, конечно, во-первых, просто оставляется какое-то время на вопрос, на диалог, и я, конечно, очень рада, если по ходу лекции люди задают какие-то вопросы. Так, хорошо. Что, давай перейдём к следующему событию. Третий у нас получается спектакль в этот же день, 10 декабря, но уже вечером, то есть лекция будет в 15.00 днём, а вечером в 18.00 будет спектакль «Рассказ о плуте хитреце и фокуснике и о чудесных событиях, произошедших более 10 лет назад в Дублине на площади рядом с памятником Молли Малон». Боже мой, я прочитала это название, это специально сделала я вот таким. 16+. Ой, нет, что мы с тобой поставили? 12+. 12+, по-моему, да. Там все очень мирно. Что это за история? Я придумала название от отчаяния, потому что мне нужно было подавать заявку на фестиваль, а потом я попробовала запихнуть его в афишу и прокляла все во свете. Боже, что будет делать Мастя сегодня? Там было часов 15 в названии, в общем, там была такая история. Эта история, очень смешно, она целиком связана с какими-то кризисными точками, потому что зимой, в январе, я что-то сильно болела, то есть я не знаю, был это ковид или не был, но болела я довольно сильно, мне было очень плохо, и я стала смотреть какие-то видео, потому что я больше ни на что не была способна. и наткнулась на совершенно потрясающий мир фокусников. Ну, как наткнулась? Вообще фокусами я интересуюсь с некоторыми перерывами довольно давно. Надо, собственно, есть пьеса про фокусы, которая называется пьеса про фокусы. Я помню. Потому что, мы уже поняли, с названиями все плохо. Собственно, биполярный медведь заходит в бар, это единственное хорошее название, которое я придумала в своей жизни. Да, может быть, даже не я, кстати, не помню. В общем, и мне как-то стало это все дико интересно, меня зацепила очень сильная идея, что фокусники, они как аферисты, только мы как бы соглашаемся на этот обман. Аферист, да, человек, который изменяет реальность вокруг нас, который вытаскивает наш кошелек, который заставляет, я не знаю, горошину скакать из наперстка в наперсток, делает ровно то же самое, что делает фокусник, только фокуснику, мы это разрешили почему-то. И это было как-то для меня все очень увлекательно, и я стала смотреть разных, в том числе людей, которые в 80-е что-то показывали, в 90-е. Я даже стала писать пьесу, написала отдельную пьесу, то есть есть спектакль, есть к нему сценарий, а есть отдельная пьеса, которую я написала, более документальная, может быть. А потом как бы возникло ощущение вот этой полной безнадежности, просто ощущение полного какого-то краха. И я поняла, что мне нужно создать ощущение чуда, мне нужно создать ощущение, что человек своей волей может изменить реальность. потому что одним из самых таких тяжелых для меня моментов было именно ощущение, что типа от тебя ничего не зависит. Ты просто как бы домино, которое падает среди остальных домино, ты просто такая щепка в водопаде. И как бы возникла история, что если человек может поймать пулю зубами, то, может быть, как бы какие-то другие вещи тоже можно остановить своей собственной человеческой волей. И я собрала, мне удалось, огромное спасибо американским моим знакомым, мне удалось достать тоже какие-то 90-е или 80-е написанную книгу про фокусы, совершенно потрясающе. Я прочитала ее от корки до корки. Я подсмотрела еще несколько трюков у разных людей. И что-то даже сама, может быть, придумала. И написала такую, создала такую историю, где... Это очень важный момент. Я не показываю фокусов на самом деле. Я не умею показывать фокусы. Я не профессионал абсолютно. У меня дрожат руки. Я очень сильно нервничаю. Я, ну, как бы я не фокусник ни разу. Я человек, который рассказывает про фокусника. Потому что когда-то, вот больше 10 лет назад, я была в Дублине. Это правда, на самом деле. И там была... Ну, вот если вы идете по Коннор-стрит, это такая центральная улица в Дублине. Можно там свернуть налево, выйдите к памятнику Молли Маллоун. И там чуть-чуть, если пройти вперед, была небольшая площадь. И в этой площади когда-то стоял человек, который делал невероятные вещи. Он стоял на вертикальной лестнице и жонглировал горящими факелами. Он показывал какие-то карточные фокусы. Он рассказывал невероятные истории. Мне повезло, я смогла немножко познакомиться с этим человеком. И вот на основе фокусов, которые я набрала, на основе каких-то историй, которые он мне рассказал, я собрала вот эту историю. И это именно история сказка. Это история про то, что мы на секунду переключаемся в то, что могут быть какие-то вещи, которых быть не может. И что спичный коробок исчезает из-под пальцев. И что красная карта превращается в черную. И, ну, я не хочу сейчас просто выдавать какие-то вещи, потому что все равно все строится на... Человек с удивлением, наверное. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это не шоу фокусника. Это история о фокуснике. Это история о волшебнике. Это история о сказочнике. И о тех чудесах, которые он творил. Я одну могу рассказать историю, потому что я ее не показываю, я ее не показываю. Может быть, она даст небольшое понимание того, как бы что я пытаюсь создать в этом спектакле. Его человека звали Андерсон. Я говорю, он был сказочник. Его правда звали Андерсон. И мы с ним сидели однажды в кафе, разговаривали. И перед нами на столе лежала колода карт. Он взял эту колоду и стал как-то так тасовать задумчиво. Потом стал их раскладывать. Пятерка треф, семерка пик, дама червей, валет, десятка. И карты зависали у меня над головой, где-то в центре-друга десяти над моим лицом. И я просто смотрела на это завороженно, потому что не могла дышать. И в конце концов воскликнула. Это невозможно. Ты права, сказал он. И карты упали на землю. Ну, это такая маленькая превьюшка, потому что у меня нет трейлера. Спектакль, потому что я вообще ничего не снимаю. Надо еще добавить, да, основанно на реальных событиях. Все, что было рассказано сейчас. Основанно на реальных событиях, да. Хорошо. Больше, чем вы можете подумать. Это так надо сказать. Слушай, ну, возвращаясь к началу твоего представления вот этого спектакля, твоих размышлений, сразу подумала о том, что вот твоя аналогия с аферистом, да, по большому счету, отличающийся фокусник и аферист, вот эти две фигуры, отличаются тем, что обманывать нас, с фокуснику мы разрешаем, то есть, но не даем согласия для афериста в этом. Ну, мне кажется, что вот это вот согласие, вот это вот наше, когда мы даем право нас обманывать, оно, в принципе, не только для фокуса характерно, но и вообще для театра, да, то есть для всего, что связано с каким-то зрелищем, то есть никто же сейчас не идет уже в театр, за какой-то реальностью, как мне кажется, да, как бы не пытались ее передавать, трансформировать, отзеркаливать, рефлексировать, но у меня лично вообще уже нет такого понимания театра и иллюзий по поводу реальности. Здесь именно есть вот этот договор, есть этот контракт, связанный с тем, что ты приходишь туда как в некую условность, вот. И да, очень классная идея, мысль сопоставить именно театр и фокусы вот в этом спектакле. И второе, о чем подумала, точнее подумала, но еще не доформулировала, наверное, да, вот этот вот твой пассаж про то, что какая-то реальность не просто контролируется фокусником, да, в отличие от того состояния, о котором ты говорила, она превосходит, опять же, какие-то представления реальности. И пусть мы даже понимаем, что здесь уловка, обман, шутка, но иллюзия того, что кто-то превосходит повседневность и его способности, вот как ты сейчас рассказывал про висящие в воздухе карты, на минутку, на какое-то время поверить в это и найти в этом силу и опору. Это да, это тоже какая-то такая терапевтичная, получается, немного идея. Конечно, этот спектакль я во многом собирала в ощущении, что это какое-то переключение, какой-то выдох, который сейчас нужен не только мне, в общем, делать спектакль, потому что мне что-то хочется. Можно, конечно, но не очень продуктивно. А что это может быть что-то, что сейчас отзовётся у зрителя. Как тоже проведу сейчас аналогию, она не к твоему спектаклю относится, она просто по ощущению. Исследователи сейчас замечают, почему бытовая магия, колдовство и разные вещи в последнее время приобретают всё больше и больше какую-то популярность. Почему он такое распространение не получает? Ну вот прям учёные, не у нас, по-моему, в стране, исследовали, что как раз, когда падает доверие социальным институтам, когда вообще перестают работать социальные институты прямо на уровне государства, резко возрастает вера в колдостол, проклятие и во все эти вещи. То есть как-то перестроить, переобосновать вот эту реальность и найти какие-то ориентиры проще в более каких-то древних архаичных формах мировоззренческих. Вот. Может быть, здесь тоже такая параллель возникнет. Ну да. Ну это как суеверие, потому что это попытка вернуть себе контроль там, где у тебя абсолютно есть контроль. Почему там люди, почему актёры там, не знаю, не моют голову или, не знаю, надевают как-нибудь счастливый носок на премьеру или что-нибудь, потому что я вообще ничего не могу сейчас изменить, но мне очень нужно чувство, что я могу. Со стороны фокусника, кстати, хочу сказать, что этот момент, когда ты понимаешь, что ты реально что-то можешь, ну типа, я не могу физическую реальность поменять, но я могу заставить вас, если мне очень повезёт, верить, что что-то изменилось. Это очень прикольное ощущение. Здорово. Мне захотелось очень прийти, посмотреть, увидеть это. Ну что ж, и у нас четвёртое, вот, завершающее событие из гастролей посттравматического театра в Кирове будет 11 декабря, это будет воскресенье, и это будет лекция от птиц к мёртвому попугаю или английский ситком «Истоки героя сюжета». 18 плюс возрастное ограничение. Что это за лекция? Лекция ли и как как сориентироваться в своей заинтересованности к этой теме? Это лекция, прям честная-честная лекция с презентацией, с видеоматериалами, всё как у взрослых людей. Академическая практика, да? Да, я возьму свою несуществующую степень в медиастадис. Вот. Да, краткий. Почему она так названа? Птицы – это пьеса Аристофаны, это древнегреческая пьеса, то есть это практически истоки того театра, как мы его знаем сейчас. Собственно, раньше древней Греции, если мы говорим о том театре, который потом стал европейским, мы, в общем, ничего не знаем. Да, если не говорить про какие-то племенные ритуальные истории, не знаю, Индия, Индонезия, что-нибудь такое. Потому что у нас колониальный европоцентрический взгляд. А «Мёртвый попугай» – это, пожалуй, самый известный скетч группы «Монти Пайтон», летающий цирк «Монти Пайтона», скетч-шоу английское, которое стало символом английской комедии как таковой, а, собственно, «Мёртвый попугай» стал их визитной карточкой. То есть эта лекция посвящена тому, как от самых истоков театра, как мы его знаем, комедии, как мы её знаем, мы дошли до жизни такой, что вот появился здесь «Монти Пайтона», я не знаю, кто там, «Бернард Блэк», «Книжная лавка Блэка», «Флибэк» и все те классические, известные британские сериалы, которые, ну, в общем, очень популярны стали в последнее время, которые все любят и знают. Ну, если не любят и знают, то я заставлю вас полюбить и узнать. Узнать, по крайней мере. Соответственно, как бы эта лекция состоит из двух частей. Сначала мы говорим про конструкцию, мы говорим о том, что вообще такое ситком и как он сформировался, вот именно исходя из исторического, классического какого-то контекста, там, не знаю, комедия деля арта, Мольер, ну, вот все-все эти ребята, которых мы там условно проходили в школе и к чему это привело. А потом, собственно, поговорим о том, что такое современный английский ситком, из чего он устроен, как он строится, какие там тропы, какие там сюжетные повороты обычно используются. Поговорим о том, кто такой главный герой английского ситкома, тема, которая меня лично занимает очень сильно, потому что на самом деле главный герой английского ситкома, такой небольшой спойлер, обычно человек очень неприятный. То есть мы возьмем, например, книжную лавку Блэка. Кто это? Ирландец, который сидит посреди Лондона, пьет, курит, оскорбляет людей, выгоняет их своего книжного магазина, не дает им ничего купить, издевается над своим помощником, прогоняет свою ближайшую подругу, ну, ведет себя как совершенно асоциальный тип. Почему-то он главный герой, и почему-то мы ему симпатизируем, почему-то мы ему сочувствуем, почему-то мы хотим, чтобы он, ну, как бы победил во своих каких-то начинаниях. И вот о том, почему это происходит, и про то, что это не мы асоциальные, и все нормально, и это вполне себе закономерная, естественная реакция организма, я ей буду говорить. И меня саму эту тему очень сильно занимает, потому что английская комедия, на мой взгляд, это совершенно уникальное явление. Она сейчас становится действительно невероятно популярной, и мне всегда кажется интересным понимать, как работает что-то, что меня привлекает. Ну, типа, на какие кнопки это давит, почему это вызывает во мне такую реакцию, почему мы так смотрим Шерлока, почему мы так смотрим флейбэк, почему вот это, это именно нас, ну, как бы, сейчас цепляет. Мне кажется, что если мы что-то понимаем такое про себя, то мы, ну, как минимум, лучше поймем, что мы еще хотим посмотреть, а может быть, еще что-нибудь поймем интересное. Здорово. Я, если честно, никогда не следовала и с этой точки зрения, с этой позиции не смотрела, да, на театр, но здорово, я думаю, что будет о чем поговорить, прямо порасспрашивать тебя. Даже растерялась, потому что никак, как будто бы не могу прокомментировать все какое-то новое, и прям какие-то нехоженные тропы. Круто, круто. Что еще могу сказать? Отлично. Буду ждать только с нетерпением. Давай тогда сейчас напомним еще раз, да, что гастроли посттравматического театра, такой мини-театральный фестиваль будет проходить в Кирове с 9 декабря до по 11 декабря. Все события пройдут в домике на Ленина 67. Расписание, билеты, все можно будет посмотреть в группах вязкового субъектива в разных соцсетях. И что еще? Если будут какие-то вопросы, пишите, звоните. Организуем дополнительные какие-то. Меня, кстати, уже спрашивали, девочка знакомая, когда я говорила о предстоящих гастролях, а я хочу мастер-класс. Я такая, в смысле? Мы не договаривались. Ну как, такие интересные темы. Наверное же можно провести какой-нибудь мастер-класс обучающий. Я такая... Не, ну можно, в принципе. Надо просто подумать, о чем. Да, надо много о чем думать. Чего я мастер. Чего ты мастер. Ладно. Будешь рассказывать, как поступить в такое огромное количество вузов, окончить их и не умереть при этом. Не сойти с ума. Не получилось. Не получилось. Зато получилось поставить спектакль. об этом. Ну да, тоже неплохо. Ну что ж, давай тогда будем прощаться уже. Я думаю, мы всю основную с тобой информацию рассказали. Ничего не забыли? Да? Мы молодцы? Да. Вот. Всех приглашаем на фестиваль. Всех будем рады там видеть. Особенно тебя. Спасибо тебе огромное за то, что решила... Спасибо огромное, что за программу. Да нет, программа-то... Мне очень хочется приехать уже. Да, мне очень хочется как раз вот этого разнообразия разных каких-то театров, стилей городов в Кирове, потому что очень хочется разного современного театра как можно больше. И поэтому спасибо тебе большое, что приедешь. И спасибо за сегодняшний разговор. До встречи. Спасибо. 9 декабря. Да. Прощаемся. Да, да, до встречи. До свидания. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ